О заявлениях России про якобы готовящиеся провокации Украины, применение грязной бомбы, подрыв плотины, Каховская ГЭС, о введении военного положения и продолжающейся мобилизации, поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к эфиру. Дмитрий Борисович, вот мы видим реакцию Запада на телефонные звонки Сергея Шойгу, в которых он сообщил о том, что Украина якобы подготовила грязную бомбу. Запад и Киев говорят об очередной эскалации российской агрессии. Вы с этим согласны? Ну, мне кажется, эскалация постоянно продолжается, потому что, так скажем, конвенциальных средств Путина не хватает для того, чтобы одержать победу. Поэтому он все чаще переходит к все более варварским методам. Неделю-две назад начались бомбардировки узловых структур, инфраструктуры. Ну, вот и до Молдовы это докатилось. А сейчас речь идет о том, чтобы как следует запугать Запад. Поэтому не то, чтобы Шойгу верит, что западные столицы поверят тому, что Киев способен применить радиоактивную грязную бомбу. Нет. Они слишком хорошо знают, что у Украины ядерного оружия нет. И, собственно говоря, даже в России рассказывают, что эта ядерная бомба будет грязная бомба. Как бы сделана с помощью Великобритании. Великобритании это совершенно не нужно. Да и Украине тоже, потому что она развивает успех на поле боя. А вот Кремлю это нужно, потому что обсуждение этих тем само по себе является военным оружием. Из двух резонов. Первый резон это в некотором смысле риторическая уступка внутренней партии войны, которая требует повышать градус. А на внешнем рынке речь идет о том, что традиционно используется путинская стратегия шантажа. Поскольку он не может одолеть Украину и вынужден давить на Запад, чтобы Украину лишили военных поставок, он таким образом очередной раз напоминает, что на кону стоит ядерная угроза. Шойгу как бы говорит, что вводить ее будут или имплементировать эту ядерную угрозу будет Украина. Но все на самом деле прекрасно понимают, что важно просто, чтобы сама эта тема еще раз была в средствах массовой информации, в сознании западного обывателя, чтобы он испугался. Логика понятна. Победить на поле боя не удается. Ну, значит, надо напугать с тем, чтобы западный избиратель надавил на своих избираемых им руководителей, и чтобы те свернули программу поддержки Украины. Я думаю, это не сработает, потому что все это слишком очевидно, слишком примитивно. И, собственно говоря, вот стройственная реакция трех крупнейших европейских столиц воздержалась только турецкая сторона, но, собственно говоря, никто ее, особенно европейской, никогда и не считал. Так что вот они втроем согласовали это к коммунике, и ясно дали понять, что это не сработает. А вот не станут ли все эти российские заявления и провокации, если на них все же пойдут, поводом для применения ядерного оружия? Ведь Путин при каждом удобном случае этим угрожает. Я не совсем понимаю. Вы имеете в виду провокации насчет грязной бомбы могут быть использованы для того, чтобы использовать тактическое ядерное оружие. Так что ли? Именно так. Мне кажется, это неверный подход, потому что Путину не нужны предлоги для того, чтобы нанести удар тактическим ядерным оружием. Если он сочтет, что это надо сделать, он его нанесет и потом придумает предлог. Разговор о другом. Он прекрасно понимает, что любая ядерная эскапада со стороны России неизбежно повлечет за собой ответ Запада. Причем не ядерный. И, собственно говоря, до Путина неоднократно эта простая мысль была доведена. Но сейчас, вопреки заявлениям путинской пропаганды, Россия воюет не с НАТО. Россия воюет с Украиной. При поддержке, ограниченной поддержке со стороны НАТО. Не самыми мощными, не самыми разрушительными видами оружия. А вот если НАТО по-взрослому возьмется, а, собственно говоря, у этого блока два самых сильных боевых орудия. Это авиация и ракеты, и военно-морской флот. А вот когда Путин рассказывает, что Россия воюет с НАТО, он скромно умалчивает про то, что НАТОвские самолеты не используются. И НАТОвского флота, и НАТОвских авианосцев нет в Черном море. А вот если будет удар ядерным оружием, то они там появятся. И тогда путинской армии на оккупированных территориях настанет очень быстрый конец. Ну, две, максимум три недели. При этом даже не надо наносить удары по самой территории России. Достаточно просто выжечь вот этими самыми стратегическими бомбардировщиками или даже просто истребителями вот ту самую территорию, которую Путин захватил. Это будет сделано, Путин это прекрасно понимает, без применения ядерного оружия. Поэтому разговоры про ядерную кнопку и равным образом про грязную ядерную бомбу это способ психологического давления, идеологического давления, политического давления на Запад. Но пока это еще не опция поля боя, как мне кажется. Просто потому, что шею свернут быстро и беспощадно. Путин прекрасно понимает реальную несопоставимость военных потенциалов НАТО и России. На самом деле, никогда прежде не была так очевидна слабость российских войск по сравнению с натовскими. Обратите внимание, насколько сильно Москва зависит от Вашингтона. Стоит Вашингтону решить давать Украине, например, ракеты атак МС, которые летают на 300 километров. И ситуация на поле боя радикально меняется. Вашингтон не дает эти ракеты. Вашингтон не дает авиации. Вашингтон или НАТО не дают современных, наиболее смертоносных ракет в Украине. Он, таким образом, он как бы сдерживает, растягивает военный конфликт. Можно по-разному на это смотреть, но он все-таки старается сдерживаться. Он старается действительно не подать повода к истерическим решениям российской стороны. Но российская страна прекрасно знает, что усилить в два, в три, а может быть и в пять раз военное давление на суровикинские группировки, и для Запада это вопрос, ну, опять же, двух-трех недель. Поэтому, мне кажется, это, во-первых, страшилка в расчете на то, что испугаются. А во-вторых, это, как мне представляется, об этом маловато говорят, но, мне кажется, достаточно очевидный мотив. Заключается в том, что у Путина усиливается так называемая партия войны, которая требует наиболее жестких, сокрушительных, безумных отчасти ударов по Украине. И для него это важный элемент торга с Западом. Он дает ясно понять, что, смотрите, я человек договороспособный, вы можете меня не любить, ненавидеть и все что угодно, но в терминах ядерной войны со мной можно договариваться. Если вы пойдете со мной на какие-то договорные уступки, то вы можете быть уверены, что я атомную бомбу использовать не буду. А вот если меня не будет, вот если вместо меня придет какой-нибудь условный Кадыров или Пригожин, вот тогда никому в мире мало не покажется. Поэтому берегите меня, Владимира Владимировича Путина, и лучше договаривайтесь со мной, пока я еще контролирую ситуацию. Это, так скажем, не очевидный, но, мне кажется, такой важный посыл, который идет под всеми этими разговорами про ядерные игры. Путину нужны договоры, переговоры. Путин проигрывает войну, и он это хорошо понимает. Он заинтересован в том, чтобы эти договоры прошли как можно скорее, потому что чем дальше будет история тянуться, тем дальше ему придется отступать, и тем тяжелее ему будет представить на внутреннем политическом рынке украинское поражение как победу. А ему надо это представить для того, чтобы удовлетворить своих избирателей, скажем так. Митрий Борисович, а вот вы уже опоминали про воздушный террор России, удары по электростанциям. Отмечу, что это влияет и на Молдову, у нас тоже дефицит электроэнергии из-за прекращения импорта из Украины и сокращения поставок российского газа. В чем расчет Москвы? Оставит людей без света и тепла? И может ли это повлиять на ход войны? Ну, видите ли, это не расчет, это вынужденные шаги. На поле боя путинская армия проигрывает. Она, казалось, не готова соревноваться с более современными, более совершенными видами оружия, которые снабжают Украину запад. И не готова сражаться с хорошо мотивированной, обученной тем же западом, перестроившейся, омолодившейся армией Украины. А отвечать надо как-то. Поэтому последние две недели после прихода Суровикина мы наблюдаем переход к тотальной войне. Раньше ведь начиналась вся эта история под разговоры о специальной военной операции, которую как бы как ланцетом или там скальпелем проводят специально обученные люди. И через две недели путинская власть в Киеве, Запад закрывает рот и вынужден с этим примириться. Не получилось, потому что оказалось, что это не специальная военная операция, а тяжелая, кровопролитная, чудовищная война. Следующий этап осознания, что и эту тяжелую, кровопролитную войну России проигрывает. Понадобилась мобилизация, понадобились какие-то усилия. И третий этап – это уже осознание того, что надо как-то хотя бы, так скажем, визуально или виртуально отвечать. Потому что партия войны и значительная часть путинских сторонников требуют побед, а побед нет. Значит, переходим к тотальной войне. Удары по мирным целям, удары по инфраструктуре транспортной и энергетической. С тем, чтобы под понятным причинам обратить Украину в пылающую и деградирующую территорию, где люди зимой замерзнут и, возможно, откажутся воевать, и, возможно, там можно будет стимулировать какие-то протесты. Плюс к этому, конечно, создать обстановку хаоса и в энергетике, и в пищевых поставках, которыми тоже занималась Украина, и в газовых поставках на европейскую территорию. То есть, после чего это мировая экономическая война, на которую начал Путин, на которую он, конечно, проиграет, но создаст массу неудобств Западу в расчете на то, что, собственно, больше рассчитывать не на что. На то, что западное правительство испугает протестных настроений своих избирателей, а эти настроения, естественно, подогреваются московскими агентами влияния, и решат, что пора с этой Украиной заканчивать, пора ее поддерживать, пора договариваться с Путиным. Опять же, то есть, с одной стороны, такой энергетический шантаж, с другой стороны, шантаж ядерный. А Украину, ну, просто стереть с лица земли, чтобы Владимиру Владимировичу не было грустно вспоминать, как ему утерли нос наждачной бумагой на этой территории. Это не получится. Но на пути к этому будут совершенно чудовищные жертвы, и в том числе жертвы для России, я говорю даже не про человеческие жертвы, а просто про отношения к России, к русскому миру, к русскому языку. Он убивает не только всех соседей, он Россию тоже убивает. Сейчас много говорят о решающей роли следующих нескольких недель, о том, что после наступления холодов и распутицы, война станет затяжной и велотекущей. Как думаете, стороны к этому готовы? И ждать ли ключевых изменений в ближайшее время? Ну, видите, ключевые... Все-таки военачальники Путина люди не совсем безголовые. Они понимают, что время наступления кончилось, и надо переходить к времени обороны. Ну, а раз так, ну, все-таки они выстраивают достаточно эффективную оборону тех территорий, которые захватили. И Украине очень трудно продвигаться вперед. Это не те времена, когда была явная недооценка украинской армии, когда, например, используя высокого качества разведданные, поставляемые квалифицированными специалистами стран НАТО, Украина провела блистательную наступательную операцию в Харьковской области. И сейчас уже вышла на границу Луганской области. Теперь российская армия окапывается. Она попытается сделать из Херсона необитаемую, но и неприступную крепость. Не знаю, получится ли этот вопрос сложный. Но в таких ситуациях наступать гораздо прыгнее. Украинские войска везде встречают сопротивление. Они продвигаются, но медленнее, значительно медленнее, чем продвигались в Харьковской области. Мне непонятно, успеют взять Херсон до наступления холодов или нет. Успеют взять Херсон до наступления холодов. Но мне кажется, разговоры про то, что зимой обязательно наступит какое-то торможение, весьма и весьма устарелы. Просто все-таки современная техника померзлой земле может передвигаться не меньше, а может даже и более успешно, чем по жидкой глине в момент распутиться. Я не думаю, что война замерзнет и перейдет в позиционный. Это все образ мышления времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Но, конечно, какое-то качественное изменение произойдет. Но так или иначе, мне кажется, что украинские войска Херсон возьмут в клещи в течение ближайших недель, ну, может быть, месяцев. И Путину будет очень трудно продать своей стране тем людям, которые почему-то считают, что он поднял Россию с колен, хотя на самом деле он ее опустил по сравнению с временами 20-летней давности. Но ему будет очень трудно докладывать своим поддержантам о бедоносном наступлении, когда мы видим, что происходит с Херсоном. Идет массовое эвакуатство в запрогненных условиях. И, в общем-то, этот побезудивший город собираются сделать с чем-то вроде Брестской крепости, потому что сдавать его Путину нельзя. Это непоправимый ущерб для его репутатов. Но все равно, я думаю, раньше или позже сдавать придется. А вот военное положение в оккупированных областях Украины. Повышенный уровень готовности в российских регионах. Поясните, пожалуйста, что это означает для россиян? Есть мнение, что это подготовка к военному положению по всей России, даже к полной мобилизации? По-вашему, это так? Нет, я не думаю, что это так, потому что технической необходимости нет. В принципе, ведь даже и военное положение, введенное на территории, которую Путин захватил, оно де-факто тоже существовало. Ну, какие там прибавились полномочия? Отбирать собственность. Ну, например, автомобили. Так их и так отбирали. Вот те самые люди, которые военные с автоматами, которые сейчас текают из Херсона, они же, заходя в любой двор, брали любую машину, садились на нее и уезжали. Было это у них право или не было? Когда у тебя в руках автомат, спорить с тобой вряд ли возможно. Привлечение населения на строительство бронетных сооружений, что тоже предусмотрено военным положением, на самом деле, опять же, это из времен Второй мировой войны. Но сейчас лопатой это самое население вам систему окопов не выкопает. Сейчас это все делается специальными техническими сооружениями, которые стоят на балансе армии. Одна эта каналокопательная машина за день выкопает больше, чем тысяча работников с лопатами. Так что это, скорее, химволическая акция такая, для успокоения начальства, которое как бы что-то делает. Но функционального смысла не имеет. Точно так же не имеет смысла вводить военное положение и в России. И сейчас. Потому что Россия уже привыкла к тому, что законы не работают. Путин уже уничтожил все демократические институции в стране. И власть принадлежит союзу бюрократии и сниженов. Так что есть там военное положение, нет там военное положение. Человека могут взять и посадить на 7 лет, как депутата Горинова, за то, что он войну назвал войной. А через две недели, уже через месяц, Кириленко называет войну войной и призывает сделать ее народной. Ну, если бы это была такая страна, где можно было хотя бы высказывать свою точку зрения по телевидению, но об этом бы, наверное, сказали. Но так или иначе человек сидит, один человек, а второй человек уже называет это народной войной, и это считается нормальным. То есть юридические основания Путину совершенно не нужны. Так же, как ему не нужны и предлоги для того, чтобы нанести, скажем, удар ядерной бомбой. Он ценит и понимает только язык силы. Если надо будет нанести, если он не будет бояться нанести ядерный удар, он его нанесет вне зависимости от каких-то там юридических ограничений. Если ему кого-то надо будет посадить или расстрелять, обвинить в государственной измене, в попытке государственной переворота или еще в чем-то, он это сделает прекрасно в России и без какого-либо военного положения. Так же, как никакого смысла не имела вот та самая игра с референдрами. Русским людям по телевизору рассказывали, вот теперь юридически признали эти территории Российской Федерации, и Украина сразу испугается, лапки сложит, потому что напасть на Россию – это очень опасно. Ну, а все вменяемые люди понимали, что это никакого смысла не имеет господин Замужный, как воевал с Россией, так и продолжает воевать с Россией. И как он считал эти территории Украины, так он и будет их считать. И вот то, что мы наблюдаем на Херсонщине, как раз все это и подтверждает. Но провели референдум. Кому это нужно? Зачем это нужно? Какое это имеет смысл? Да никакого. Это просто вот такие рефекторные подергивания организирующего административного организма. Можно ввести в Россию военное положение, закрыть въезд-выезд. А что это Путину пронесет, совершенно непонятно. И пронесет ли чего-то, кроме последового цикла остервенения. Он же видит, что его популярность в денье моделизации снизилась на 7%, как минимум. А через месяц снизится еще примерно на 100%. Так что, конечно, мы не хотим ввести эти волчьи законы. Но это будет только лишняя красная тряпка для населения, потому что, на самом деле, он эти волчьи методы может проводить и публично об этом не рассказывая, не получая для этого какие-то юридические обоснования. Он может дать приказ, его исполнят, обоснованы конституционными правами или не обоснованы. На этой системе уже давно глубоко на плач. Спасибо, до свидания.